Доброго времени суток! Меня зовут Максим, я являюсь сертифицированным экспертом в Zendesk компании CloudFresh и сегодня мы поговорим о том, в чем же разница триггеров и правила автоматизации. Огромное отличие заключается в том, что триггеры это практически мгновенные действия. То есть, как только обновляется тикет, применяется какое-то правило, то есть наш триггер. Правила автоматизации работают по тем же условиям, но в правилах автоматизации мы можем задавать временные интервалы. Такие временные интервалы, к примеру, как тикет создан в течение какого-то времени и так далее. Для того, чтобы просмотреть, мы можем перейти в центр администрирования, прописать правила автоматизации, добавить правила. И в условиях мы можем увидеть вот такие отличающиеся от триггеров условия. То есть, первое время в часах после создания, в часах после открытия всех наших статусов, после назначения, обновления и также время с последнего нарушения SLI и в часах до следующего нарушения SLI. То есть, самое главное понимать, что они работают идентично в плане того, что вы можете задавать те же самые условия, но в правилах автоматизации доступен временной интервал. Он как раз и служит для того, чтобы мы могли создавать, к примеру, какие-то напоминания. Вот у меня есть пример. Как видите, мы делаем напоминания разным клиентам на разном языке в течение какого-то разного времени. 24 часа, 72 часа. И также применяем какие-то автоматические действия на протяжении какого-то времени. То есть, к примеру, закрывать тикет из чатов через 12 часов после того, как он будет решен. В целом, это все. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания.